Heavy Metal, ваши хати, дорогие друзья и товарищи! Менеджмент компании Xiaomi читает труды не только великого Мау, но и Владимира Ильича Ленина. Поэтому решили, раз повторение мать учения, нужно в срочном порядке провести еще одну онлайн-презентацию Xiaomi Mi 10, но в этот раз приставкой Global. Ладно, ладно, новые продукты тоже были и довольно-таки классные, так что посмотрим, что приготовила компания Xiaomi в этот раз. Да здравствует технологическая эволюция! Что очень интересно, презентация Mi 10 и Mi 10 Pro началась сразу с камеры и ее способностях видеозаписи. Уже всем очевидно, что в смартфонах теперь одинаковый софт, вопрос производительности давно снят, автономности тоже. Сейчас любой смартфон живет хотя бы день, а не как раньше. Остается только камера и Xiaomi смело вступила в эту гонку. Напоминаем, что Xiaomi Mi 10 снимает 8K видео, может писать ролики с эффектом боке. Очень интересной фишкой стала фокусировка по цвету, кажется до этого мы такого не видели. А вот вишенкой на торте стал Pro режим для съемки видео. По сути это как RAW для фоток. Потом при постобработке видео можно вытянуть красивую картинку. Если вы помните, мы уже отмечали, что Xiaomi действительно стали снимать видео лучше. Видимо сейчас будет еще один качественный рывок. Дальше пошли по фото возможностям. Напомним, что основной модуль Mi 10 и Mi 10 Pro укомплектован 108 мегапиксельной матрицей, для которой заявлен широкий динамический диапазон и правильная работа с экспозицией. Вторым номером идет широкугольник. Он разный в разных моделях и мы обязательно проверим, как у Xiaomi обстоят дела с дисторсией. Увидим кривизну по углам, уши оборвем, не сомневайтесь. В общем, сиамисты вспомнили все. И новый ночной режим, и 50-кратный зум. Фотографии планеты показывали, снятые со спутника на 108 мегапиксельную камеру. Ребята реально оторвались по полной программе. Но вообще, Uber Flagman Mi 10 Pro действительно правильный камерафон. У него нет затычек на 2 мегапикселя. Все четыре модуля камеры строго по делу. К основному и ширику у прошки добавляются два телефота. Первый с двукратным, а второй с пятикратным оптическим приближением. Ну а вот в обычной версии Mi 10 два телевика заменили на две 2 мегапиксельные затычки. Одну для макро, другую для боке. Ширик тоже порезали. Вместо 20-мегапиксельного модуля 13 мегапикселей. Еще и автофокус забрали. Короче, полная победа маркетинга над инжинирингом и здравым смыслом. Между делом все мисты похвалились, что подарили миллион медицинских масок европейским странам. Это так мило с их стороны и еще раз доказывает, что все самое лучшее приходит из Китая. Прикольные смартфоны, медицинские маски, коронавирус. Процессор, понятное дело, 865-й снэп, поддержка 5G, Wi-Fi 6. Всеми этими характеристиками не хотим вас грузить. Мы делали видео о Mi 10, да и в целом все понятно. Но вот что реально надо сказать. Хотя Mi 10 Pro поддерживает 50-ти ваттную зарядку, ему в коробку положили блок аж на 65 ватт. Это реально круто и рвет шаблоны о жадности компании. Ведущий соцены сказал, мол, а че экономить? Держите блочок, чтобы им еще и ноутбук заряжать. Вот порадовали одесские души. Могут хода хотят. В общем, ради чего мы тут вообще все собрались. Конечно же цены. Mi 10 Pro версии 8.256.000 евро. Mi 10.8.128.800 евро. Что и говорить, Xiaomi уже не та, что 5 лет назад и ценники ломит, будь здоров. Но и дает многое. Продажи стартуют 15 апреля в странах Западной Европы. Пока непонятно, что там с карантином и не повлияет ли он на продажи. Как бы Xiaomi не пришлось еще 1 миллион масок завозить. Еще интересно, а вообще, есть люди, которые купят Xiaomi по цене Samsung или Apple? Пишите в комментариях, что думаете. А теперь абсолютно новый смартфон. Xiaomi Mi 10 Lite 5G. Не зря же смотрели видео, да? Lite версия похожа на старших братьев, но практически по всем параметрам немного хуже. Однако именно немного. И это важно. Внутри у него Snap 765G с поддержкой 5G. И это очень годный камень. В этом году на нем даже некоторые флагманы выходят, включая не анонсированный еще Pixel 5. Также у аппарата AMOLED экран с диагональю 6,50 дюйма, батарейка на 4160 мАч, зарядка на 20 Вт. Ну что, путевый бандит? Камер 4 штуки с основным модулем на 48 мегапикселей. Стоит Xiaomi Mi 10 Lite будет 350 евро и в продаже появится в мае. Предполагаем, что с учетом конских цен на флагманы, вот такой вот субфлагман будет неплохо продаваться. Уже хотим его на тест. И компания 7 не удержалась и представила новый телек. Mi TV 4S 65 дюймов. Фишка модели это 4К разрешение с поддержкой HDR+, еще и Android TV на борту. Ох, надо будет внимательно тестить. Любим мы это дело. И уже видим, что компания ничему не учится. Опять в новом пульте Mi TV нет кнопки Mute. Небось еще и батарейки не положили. Но вот ценник для такой громадины реально крутой. Всего 550 евро. Блин, это же дешевле, чем Xiaomi Mi 10. Еще на презентации были и роутеры, и очиститель воздуха. Но на это уже ваше время мы решили не тратить. Просто пожелаем вам здоровья, соблюдать карантин и конечно же смотреть наши видео. Для этого подписывайтесь на наш канал и никогда не переключайтесь. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok